всем привет привет меня зовут татьяна на прошлом в прошлом видео мы с вами разбирали прибавки как делать как прибавлять петли в нашем вязание сегодня мы с вами рассмотрим как сделать обратный процесс то есть убавить петли или же в простонародье убавки кто не смотрел видео про прибавление петель про прибавки конечно же в описании все ссылки переходите и смотрите очень подробно и увлекательно и тогда смотрите я не специально не стала вязать новый образец почему то есть но мне например нужно было бы связать образец вот такой на много петель чтобы вам понять показать как же делаются подробно убавки вот на этом образце конечно же тут несколько рядов и уже петель не останется я конечно же вам хочу показать мы будем рассматривать как делать убавки в начале ряда в конце ряда и также в середине потому что естественно возникнут в процессе вязания могут возникнуть такие же технические условия когда нужно сделать убавку и в начале ряда и в конце ряда и сделать убавку именно где-то по середине там может быть какая-то вытачка или же так по рисунку нужно будет несколько петель или кто-то вяжет реглан например снизу вверх сверху вниз то есть все равно в любом случае это пригодится и так начале ряда так сейчас я посмотрю мне поместится давайте возьмем такую как всегда ну вы знаете с прибавился убавками как раз таки дело обстоит проще всего два вида скажем тогда там есть небольшой подвид но это не столь важно то есть мы будем делать или с наклоном влево убавки или с наклоном вправо мы запоминаем только два этих термина все с прибавками конечно же было посложнее с убавками все у нас полегче первую кромочную в любом случае мы с вами снимаем и далее далее у меня петельки смотрим пить как они у меня смотрят просто провязываю 2 вместе за заднюю стенку 2 вместе за заднюю стенку и петельки как бы первая петля перекрывает вторую петлю и ложатся у нас с наклоном влево такая убавка называется 2 вместе с наклоном влево и так довязываем мы с вами до на до маркера тем кто не смотрел например до первую часть то есть про прибавки я предлагаю маркерами выделить 2 центральные петли относительно которых мы будем с вами делать убавки они могут быть не обязательно в центре то есть ну просто вы выделить маркером повесить маркеры на 2 петли относительно которых мы с вами будем делать убавки если вы уже повесили маркер то естественно довязываем до маркера и будем делать с вами убавку мы с вами до маркера не довязываем две петли то есть это у нас центральная 1 центральная петля и маркер мы повесили и 2 петли нам с вами нужно сейчас убавить провязать вместе то есть но чтобы это было относительно именно центра красиво легло скажем так петельки красиво легли нам нужно с вами сделать убавку с наклоном вправо для этого я петли вот эти две петли я переверну так и вот так возвращаю их на левую спицу но в развернутом виде они сейчас смотрят туда налево провязываю их 2 вместе за переднюю стенку у меня видите теперь вторая петля закрывает первую это называется убавка 2 вместе с наклоном вправо дальше я переснимаю маркер провязываю центральную нашу петлю я буду вязать на двух спицах чтобы вам было видно дальше я вторую провязываю петлю переснимаю маркер и теперь провязываю точно так же как мы с вами провязывали в начале ряда то есть 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево и наши петли относительно двух центральных они будут наклоняться это в правую сторону это будет наклоняться в левую сторону сейчас мы с вами довязываем до конца ряда и не довязываем до конца две петли не довязываем мы с вами две петли и кромочную мы будем убав убавлять вот эти две петли переворачиваем разворачиваем их в другую сторону и провязываем 2 вместе за переднюю стенку у нас получается две вместе с наклоном вправо петелька как видите видит наклоняется в правую сторону и кромочная дальше изнаночный ряд провязываем как у нас он есть все изнаночные петли и переснимаем естественно на те же места где у нас есть наши маркеры и так я провязала изнаночный ряд конечно же с первого раза это будет может быть непонятно давайте еще раз ну не то чтобы непонятно и не видно результат поэтому еще раз кромочную мы снимаем в начале ряда смотрим как у нас стоят петли если вы провязываете петли классическим способом и они у вас развернуты вот в эту сторону то вам наоборот в начале ряда нужно их развернуть чтобы они заняли вот такое положение начале ряда мы провязываем 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево вяжем до маркера не довязываем до маркера 2 петли не довязываем до маркера 2 петли и перед маркером нам нужно провязать сделать убавку 2 вместе с наклоном вправо для этого мы с вами разворачиваем наши петли если они у вас уже стоят таким образом то вам их разворачивать не нужно просто провязываем 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо далее переснимаем наш маркер это перед маркером теперь провязываем 2 вместе ой 2 вместе 2 центральные петли переснимаем маркер и после маркера после маркера мы с вами провязываем кто разворачивает тут разворачивает петли у кого они стоят таким образом 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево смотрите видите уже как бы уже отчетливо можно разглядеть что эти петельки у нас смотрят направо эти петли смотрят налево если вам кажется что у вас как-то криво и косо ничего страшного просто поправьте петлю и она ляжет так как вам нужно далее вяжем до конца ряда и не довязываем 2 петли если у вас петли стоят таким же образом как у меня то их нужно здесь развернуть в другую сторону если они у вас стоят также то конечно же вам разворачивать не нужно здесь мы с вами провязываем за передние стенки 2 вместе с наклоном вправо и так подводя итог смотрите в начале ряда ведь уже уже видно что петельки у нас ложатся в левую сторону начале ряда мы с вами делаем 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку перед маркером мы делаем 2 вместе за переднюю стенку с наклоном вправо после маркера опять мы делаем 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево в конце ряда 2 вместе за переднюю стенку с наклоном вправо конечно же вы можете испугаться всех этих вот терминов не пугайтесь сейчас может быть это будет резать ваш слух но в дальнейшем зато это благоприятно скажется на вашем понимании и вы будете все прекрасно понимать и делать все правильно и так довязываем ряд до конца я предлагаю несколько убавок насколько вам позволит ваш образец сделать самостоятельно и потом мы с вами посмотрим что получилось есть способ еще делать убавки это как получится да как получится мы его сегодня не рассматриваем мы с вами рассматриваем два способа такие как нужно с наклоном влево и с наклоном вправо давайте провяжем несколько рядов самостоятельно и я вам покажу результат так смотрите какая у нас смешная деталь получилось но мы с вами учимся мы с вами делаем такие вот заготовки не пожалейте своего времени пряжа и именно провяжите смотрите если я вам покажу сейчас так поближе вот здесь видно будет вот здесь я делала убавки с наклоном сначала 2 вместе провязывала это центр сначала провязывала с наклоном вправо а потом поменяла направление что опять таки же я же говорю это не является правильно единственное верно нет конечно же вы меняете направление в какую вам нравится сторону я вам специально показала здесь я уже делала убавки поменяв направление то есть наклоном влево и они легли как бы образовав вот такие вот перекрещивания как бы рисуночек да с этой стороны соответственно точно так же сначала вот ложилась по кромочной потом я поменяла направление и она петельки стали укладываться совсем по другому с этой стороны аналогично сначала шли с наклоном влево потом я стала делать с наклоном вправо в конце ряда то же самое эти появились вот эти вот как бы такие вот перекрещивания сначала было все ровно конечно же используются и те и те варианты в обоих случаях оба варианта правильно просто если вы хотите например как выделить линию реглана какую-нибудь или какую-нибудь деталь просто выделить естественно вы можете выделять ими вот эти вот этими убавками или таким способом таким так что вяжите в любом случае экспериментируйтесь не бойтесь все ваших руках а мы с вами приступаем к следующему видео на этом это мы с вами закончили этот этап мы прошли и двигаемся дальше обязательно подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки включайте оповещение тогда вы будете в курсе всех новых видео под каждым видео в описании я оставляю ссылки на мои соцсети подписывайтесь на мои соцсети там много полезной и интересной информации желаю всем удачи увидимся в следующем видео подписывайтесь на мой канал